Уход Лизы, она уже за два дня где-то ходила и предчувствовала свой уход. И в целом она себя подготавливала и говорила мне, мы с ней разговаривали, типа мол, если я уйду, то вообще все будет классно, не переживайте, я уже готова для выхода. То есть я выйду, не потеряюсь, нормально. Как мы пошутили, типа она уже прошла степень эволюции, и можно идти дальше. Так что все хорошо. И когда она уходила, все мои провожили с улыбкой, то и все было хорошо. Справедливо, несправедливо, это все-таки виднее веществлям всегда, а не мне. Мы понимали, что если выгонят Лизу, она сможет справиться сама за проектом. То есть у нее нет никаких зависимостей, тяжелых видов, наркотиков, алкоголя. У нее очень мало триггеров. Она, я считаю, взяла от этого проекта все, и мы это понимали. Потому что она дальше сама может уйти. Честно, я изначально говорила, что я не понимаю, что это сделает Лиза, потому что она семь раз пыталась попасть на проект. Каждый сезон она подавала заявку. Для меня это, ну, типа, для меня это непонятно. Я один раз подавала заявку на шестой, на седьмой я даже не подавала. То есть они мне сами позвонили. Это первое, что меня смутило. Второе, что у нее нет никаких зависимостей. То есть ее историю до сих пор никто не понимает. До сих пор непонятна ее история. То есть, и мы, естественно, мы не понимали, что она здесь делала. Поэтому я думаю, что она пришла, да, по сути, дальше заниматься в блоге, чтобы, ну, какие-то коллабы делать, более популярные блоги. Юля мне воткнула нож в спину, передала меня, сказала, вышла тут на человека, что я им предлагала сдаться, не сдаться, хотя я не предлагала им сдаться. Я сказала, что у меня есть такая мысль, чтобы вернуть Мишель, типа, была такая мысль. Вот, но я сказала, что я обсужу это с другими командами, и после этого мы примем решение. Когда Юля вышла со своей речью, кинув свою команду Кристину и Елю, ну, переобулась в воздухе, зачитала речь, типа, и такая выдвинулась. Я говорю, хочу быть за место Кристины. Типа, я хочу побороться, типа, за это звание, бла-бла-бла. И вот у них там вот четверки небольшие мучились. Вот такой поступок себе, если честно. Ну, вроде как и оправдывает ее с одной стороны, и с другой стороны, типа, ну, в крысу сделала. Подошла бы к Кристине, они бы порешали этот вопрос, и думаю, Кристина была бы не против. Типа, ну, хочешь, иди выдвигайся. А она так просто, ну, никому ничего не сказала, в лоб так, бах, держи. Уход Лизы, она уже за два дня где-то ходила и предчувствовала свой уход. И в целом она себя подготавливала и говорила мне, мы с ней разговаривали, типа, мол, если я уйду, то вообще все будет классно, не переживайте, я уже готова для выхода. То есть я выйду, не потеряю, все нормально. Как мы пошутили, типа, она уже прошла степень эволюции, и можно идти дальше. Так что все хорошо. И когда она уходила, все мои провожили с улыбкой, то и все было хорошо. Справедливо-несправедливо, это все-таки виднее вчителям всегда, а не мне. Мы понимали, что если выгонят Лизу, она сможет справиться сама за проектом. То есть у нее нет никаких зависимостей, тяжелых видов наркотиков, алкоголя. У нее очень мало триггеров. У нее, ну, она, я считаю, взяла от этого проекта все, и мы это понимали. Потому что она дальше сама может быть. Честно, я изначально говорила, что я не понимаю, что это сделает Лиза, потому что она семь раз пыталась попасть на проект. Каждый сезон она подавала заявку. Для меня это, ну, типа, для меня это непонятно. Я один раз подавала заявку на шестой, на седьмой я даже не подавала. То есть они мне сами позвонили. Это первое, что меня смутило. Второе, что у нее нет никаких зависимостей. То есть ее историю до сих пор никто не понимает. До сих пор непонятна ее история. То есть и мы, естественно, мы не понимали, что она здесь делала. Поэтому я думаю, что она пришла, да, по сути, дальше заниматься блогами, чтобы, ну, какие-то коллабы делались, более популярные блогами. Юля мне воткнула нож в спину, передала меня, сказала, вышла тут на человека, что я им предлагала сдаться, не сдаться, хотя я не предлагала им сдаться. Я сказала, что у меня есть такая мысль, чтобы вернуть Мишель, типа, была такая мысль. Вот. Но я сказала, что я обсужу это с другими командами, и после этого мы примем Мишель. Когда Юля вышла со своей речью, кинув в свою команду Кристину и Елю, ну, переобулась в воздухе, зачитала речь, типа, и такая выдвинулась, я говорю, хочу быть за место Кристины. Типа, я хочу побороться, типа, за это звание, бла-бла-бла. И вот у них там вот четверки небольшие начались. Вот такой поступок себе, если честно. Ну, вроде как, и оправдывает ее с одной стороны, и с другой стороны, типа, ну, в крысу сделала. Подошла бы к Кристине, не бы порешали этот вопрос, и думаю, Кристина была бы не против. Типа, ну, хочешь, иди выдвигайся. А она так просто, ну, никому ничего не сказала, в лоб так, бах, держи. Что там? Не знаю. Ну, что там? Это аванс на день рождения. М-м-м. Не надо было трясти. Открывай. Ну, закрыто. Сейчас, открою. Нет, откроет. Что там? Что там? Что там? Что там? Я не вижу, я не вижу, я не вижу. Это же киндер, да ладно? Блин, вот это... Офигеть! Я, это моё, это всё мне, это мне всё, это всё мне. Спасибо большое. Блин, вы чё? Это сколько стоит? Нифига себе! Офигеть! Видишь, люди просто хотели тебя порадовать. Блин, спасибо большое, ребят. Ну, блин, это реально... Спасибо большое. Просто коротко, муд Лиза. жопа не слипнется я безумно люблю я безумно люблю шоколадки все но блин киндеры теперь какие дорогие на самом деле поэтому я обычно магазине на них просто смотрю и ухожу спасибо большое итак не принесли такой морковный тортик посмотрите какой он красивый просто люблю морковные тортики вот сейчас я думаю нужно этот короче раз пробовать дай посмотреть вот этот годный или нет с и 10 из 10 и оставлю морковку на морковка у нас к крем пушка то всем дрочибельным рекомендую не знаю откуда он вообще но он не зашел очень эта кепка у нас амины которая сейчас осталась у меня я ее ей не отдам потому что у меня нет такой кепки я такую хочу я же люблю забирать вещи вы уже это поняли из выпуска этой леткин песик песик яркий вот левый его зовут лил лил очень классный ребята у меня для вас очень важная информация во первых я вам напиздела и это кепка лирка это конечно в корень не меняет ситуации вот она была в пользование у амины сейчас она в моем пользовании поэтому это в корень меня ситуации дальше вторая информация 15 ноября серьезно улица день рождения а то я не знала ребят я очень хорошо запоминаю дни рождения вот и я помню многие дыры девчонок поэтому естественно я не забыла про дыры лизы и поздравила ее лично в сообщениях но не буду же я в тг-шечки еще постить ей блин целый пост и поздравления извините ли слишком и так много внимания от меня этой персоне не 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 поэтому не переживайте все было голосовое открыточка не переживать я не забыла ребят вы что у меня хэштегами за это да спамили и не знаю будет ли ферз лизы потому что я хотела свой пока провести не знаю киньте она запрос наверное как-нибудь мы с ней его проведем вот все будет но не сразу а Продолжение следует... Продолжение следует...